Протягиваем выпуск. Сегодня означается «Сусветный день профилактики СНИД». У Гомельской области до этого дня организовали тематические акции, выставы и круглые столы. Азначим, по воду для пошних дадзинах у регионе проживает больше за 7 тысяч человек с ВИЧ-становочным статусом. В этом году зарегистрировано около 600 новых случаев. До речи, пока что захворение на ВИЧ-инфекцию селета у нашем регионе снизился на 7%. Как поднимать эту тенденцию, сегодня образ поясненности и профилактики захворения кажутся открыто на многих громадских пляцовках. Одной из них стал Гомельский медицинский колледж. Там побывали наши корреспонденты. На один день у выхода Гомельский медколледж открыли для всех желающих. В день братьбы со СНИДом тут у першиню провели информационно-профилактическую акцию в незвычайном формате. Актовая зала стала импровизованной аллеей антисНИД. Тут разместилось и несколько пляцовок. На первой наведывальникам пропоновали пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. На другой – сгулять у тематичное лото и отримать информационные буклеты. На третьей пропоновали альтернативы нездоровому ладу життя – занятки рукоделем, фитнесом альбо хореографией. Для аматра у интеллектуальных гульня упадрихтовали викторину, за правильные отказы у якой уручали призы. Особный стол заставлены мягкими цацками, які принесли наведывальники колледжа. Обзборы было обвешено заходе. Собранная будя выставлена на мини-аукцион, а отриманные сродки – пераличать на лечение детей, які живуть со статусом ВИЧ. Я принес эту игрушку со своего дома. Все учащиеся медицинского колледжа захотели поучаствовать в этой акции. Мы очень любим помогать людям. Мы очень добрыми душой, нас этому учат, что нам необходимо помогать людям. Дарычи, идею навученца у колледжа провести такую акцию подтримали громадские объединяний, процставники сферы аховы здоровья, адукации, многие службы и ведомства. У гэты дзень у медколледжа ины собралися за круглым столом, каб обмерковать оперативную обстановку у регионе и обменяться в опытам. У нас, у славянских народов, всегда было принято, что в одиночку с бедой мы не боремся, что важно здесь объединить усилия и той самой толокой, вот, всем вместе пытаться эту беду преодолеть. И очень важно участие в этом и государственных организаций, и общественных организаций, и неравнодушных граждан. Очень важная задача вырастить здоровое поколение, которое будет резистентно ко всем вот этим вредным привычкам, которое будет мотивировано к ведению здорового образа жизни, которое будет знать и уметь, как жить самим и как преподносить другим эту информацию. Подчас семинара было огучено, что у Гомельской области назирается снижение у зроюню захворвания. При этом повышается эффективность диагностики. Даречи проверить свой статус, сегодня может каждый, навод не наведываючи медицинскую установу. Набор для экспресс-тестирования по слюне можно набыть у аптеции. Ганна Ковалева, Наталья Игнатенко, Александр Харлампов. Телерадио Компания Гомель.